Вот уже 9 лет при Новоафонском монастыре работает отдел социального служения. Его возглавляет наместник Абдавид Сарсания. С 2014 года монастырь на новом уровне осуществляет свою благодворительную деятельность. Второй день сотрудники соцслужения вместе со школьниками готовятся к новому учебному году. На столичном рынке суета. Все зовут тетю Шерезан. Шерезан Чедия – сотрудник социального служения, у которой все списки у многодетных семей. Все дети довольные, счастливые. Мы стараемся как минимум, может это минимум, но этот минимум тоже им облегчает где-то жить, чтобы ребенок пошел довольный в школу. Порядка 200 детей получается одеть за вот этот период, период там неделю. Ну, на каждого ребенка какая сумма по-разному, потому что детишки возрастная категория разная. Повзрослее, подороже, поменьше, которые чуть подешевле. Но в общем получается на сегодняшний день около 8500. Но канцелярию, естественно, сейчас занимается Керас. Они мне сами набирают, я записываю. Но у нас какой-то тоже предел есть. Но нам отец Давид говорит, что до последнего, когда уже переваливает, не получается, всю Абхазию охватить мы не можем. Главным критерием внесения в список является состав семьи, а именно многодетность. Также обращают внимание на плохие условия проживания людей, материальную нужду. Безусловно, забота сотрудников социального служения направлена на то, чтобы люди не голодали. Дети могли ходить в школу и получать образование. Зита Цацуа – мать 13 детей, семеро из которых – школьники. Они из села Кындах. Помощь от новоафонского монастыря семья получает уже 7 лет. В знак благодарности и признательности отцу Дорофею и Давиду Зита Цацуа двух своих сыновей назвала в их честь. Дети выбирают вещи сами. Для каждого из них процесс одевания и переодевания – игровой момент. Одни смущались при виде камеры, другие крутились у зеркала, демонстрируя красивую школьную форму. Родители не стараются все контролировать, оставляя детям право выбирать. Я сегодня выбрала себе красивую рубашку, обуви и выбрала сарафан и блузка. Маму выбирала ли ты сама выбирала? Я сама. Все понравилось? Да, очень красиво. Готова к школе? Да. По нашим меркам мы на самом деле так детей не смогли бы одевать. Я очень рада, что у нас есть такие девочки, такую выдают нам помощь. За все им огромное спасибо. Так что купили, взяли сарафан, обуви, блузки, кофты. Сейчас в портфель еще возьмем. Огромное спасибо всем. Я выбрала брюки и рубашку и обувь. Ты сам выбирала или мама тебе помогала? Мама помогала немножко. Ну, сам выбирает в основном. А не то, что хотят, мы не узнаем. Мы благодарны вообще от чистого сердца. И с глазами помогают тоже. А проблема какая? У него, да, со зрением. Он так родился, не видит один глаз. И лечимся. Очень хорошо помогают. Я очень ценю за это их. И люблю. У меня двое, третьего жду. Джинсы куплю. И рубашку. И кеды. Дети одеваются здесь ног до головы. Рубашки, костюмы, брюки, обувь. Все у нас есть, мы уже знаем, подготавливаемся. И с удовольствием дети берут очень хорошие вещи. И довольные родители и дети. Основными источниками существования Новофонского монастыря и самой священной митрополии Абхазии являются традиционные для церкви поступления пожертвований частных лиц, средства от реализации печатной продукции издательского отдела свечного цеха и церковных лавок.